В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Сегодня тема нашего занятия Крепт гив стендинг с ним, что в переводе означает окончание гребня. Перед нами с левой стороны выкройка картины, как это делается. С левой стороны левая картина. Там, где у нас большая отгибка 45, 25, 11, 9. И справа у нас вторая картина, отгибка 35, 25, 10 миллиметров. Ну и здесь пошагово вот такое пособие Teco Master Sims KME. Можно скачать на сайте компания КМЕ и, соответственно, это все использовать для обучения. Здесь показан первый этап, the first step. Before folding or profiling the master pattern should be transferred to the sheet and cut out. The next step or the bottom are still approximately 5 to 8 centimeters. The first step, the second step, the third step and the fourth step. Сейчас мы это все проделаем на практике и приступаем к нашим занятиям. Для того, чтобы нам подготовить все, все как надо. Сейчас включаем наш прекрасный вот так вот он выглядит. Тренажер. крыльный индивидуальный тренажер. Мы уже здесь подготовили как у нас будет происходить отгибка. То есть 30 миллиметров у нас пойдет на загиб. 20 миллиметров этого у нас будет вот, чтобы понятно было. Вот так это будет выглядеть. Просто я повторил эти линии, чтобы было понятно. 30, 20, то есть что у нас получается? У нас получается, что если мы сейчас по этому шаблону отложим все наши линии, то у нас получится как у нас на выкройке картины. Ну, обводим. Вот так вот у нас пойдет, пойдет, пойдет. и у нас вот эта часть 30 идет на загибку, а вот эта часть 20. Здесь у нас начинается выезд. он заканчивается. Вот отсюда начинается, вот здесь он заканчивается. Вот в этой точке. Если мы обратим внимание на нашу выкройку, то здесь на выкройке у нас получается 15 миллиметров. то есть вот начало выреза отсюда идет и вот здесь вот заканчивается. Дело все в том, что по всем рекомендациям вот эта часть расстояния от начала реза до его завершения должна быть не менее 45 50 миллиметров. Ну, вот здесь вот пишется, что 40. на самом деле желательно 45-50. Почему? Потому что как мы видим здесь, как мы видим здесь, здесь получается вот такая вот ситуация, что если мы будем делать маленький здесь вот маленькое расстояние вот это вот от начала реза до его завершения, то у нас получается более такая, острая острая как бы фаза и нам придется тогда больше вырезать. Поэтому вот этим расстоянием мы фактически регулируем более плавный вырез. И это не обязательно 50, как у меня. Это может быть и 60, расстояние быть и 70. Вот. Ну и то же самое 20 миллиметров, может быть 30, может быть 40. Поэтому сейчас мы приступаем. Вот идет гроза очень сильная, но гроза это хорошо. Вот сейчас нам нужно вот это обрезать. То есть мы подрезаем вот эту часть до вот этой вот точки реперной. Подрезать будем вот такими вот ножницами изогнутые лезвия специально для таких резов. Идет сильная очень дождь. Так, у нас помечено, поэтому и все, мы дошли до этой части и . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok